Теперь начинаем нашу основную работу. Ну, вот видите, здесь такое общее название «Cold-Direct, на полной интеллектуальной косметиковой программы «Codeation». Основное название нашего проекта было более длинное, но более посчастливое. «Development of Ultra-Septic, Interactive, C-CN System, полная астрономия and Space Missions». Вот я хочу обратить внимание на то, что с нашей задачи были отливать сверхчувствительные системы. Ну, об этом мы и будем говорить сегодня. В основном. Потому что тем, кто много, пытались объять существенно больше. Где-то что-то пошло, где-то нет. Это наша основная тема, за которую мы отвечаем, которую ведем, за которую нас самая плестит. Работа проходит в шоке коллаборации. Видите, есть часть людей, перечисленители, добавляются, меняются так, что может кого-то нет, я прошу прощения. Они не выпускаются. Вот. Ну, это лично для такого рода проекта. И... Значит. Мы будем говорить о том... Ну, как? Сейчас исполнилось 4 активных года работы нашей лаборатории. В каком-то смысле можно подводить итоги, такой переломный момент. Вот. Критически посмотреть на все, что сделано. И, соответственно, если есть влага и силы, двигаться дальше. Ну, вот смотрите. Положение лаборатории криогенной наноэлектроники. И теперь уже акцент криогенной наноэлектроники. То есть, лаборатория сменилась на центр. Ну, и задача стоит проявление научных исследований на современном мировом уровне в области криогенной наноэлектроники. Ну, я любил критиковать эту комбинацию слов, которые сверху, можно вложить, в том смысле, скучно. Научные исследования на современном мировом уровне. Ну, есть научные исследования, есть страны на современном мировом уровне, а если нет, то это не исследование. Вот. Поэтому нам нужно делать что-то, что двигает нашу науку вперед, приносить новое и, соответственно, разбиваться. Ну, что можно сказать об этом лозунге, об этой задачи? Кстати, было создать такую лабораторию на современном мировом уровне, как я считаю эти слова. Ну, я скажу, что первая часть нам удалась в лабораторию создать удалок. Как вы видите, она продолжает работать, живет и развивается. Но вторая часть оказалась хуже и тяжелее насчет современного мирового уровня. В общем-то, в общем-то, нам это сделать пока не удалось. Есть провалы в основных проектах, которые были, что-то нам сопущено, в которых мы участвуем. Это Олимпо, и сейчас, может быть, и ЛСПЕ к этому идет. Вот. Ну, с другой стороны, сейчас находим мы молоденькие выходы и приглашают нас в счастье в другие проекты. И вот, и проект Европейского космического агентства. Это вроде та самая золотая возможность, которая нас может вывести в европейский уровень. вот на сети программы европейские и бороться с очень современными учетами. Поэтому мы будем получать вот следы. Ну, значит, я изложу немножко про актуальную задачу радиострономии, к которой мы сейчас стремимся. Где-то освещу наши основные инструменты. Это колд-электрон балометр и резонансный колд-электрон балометр балометр и на холодных электронах, которые являются нашей основной рабочей расшаткой. Ну, дальше вопрос, с чего начинать. Лучше было с провалов или с успехов. Исторически у нас шли в начале Олимпо и ЛСПЕ. Позднее появился ИСО-проект. Я все-таки решил начать с того, где мы сейчас наиболее активно работаем, где впервые лаборатория стала проявлять себя как друг, как организация. И здесь шансы на успех. Ну, дальше следим на остальные проекты, которые там есть. И Мелинетрон с наземным телескопом Сарбиния. Ну, и главное, вот, то, что есть там, ну, последние achievements, fans and opportunities for projects. Ну, вот я предлагаю основное внимание обратить на эти возможности, возможности для прорывов и дальнейшего развития. Ну, вот, ну, и, соответственно, как я уже сказал, активно все переваривают информацию в частях в этих вещах. Значит, это схема нашего эксперимента. Мы, ой, мы включили не спущенное 13,7 миллиард лет назад, довольно давно. Но, тем не менее, мы можем это делать, как современная техника это позволяет. И мы, в общем-то, можем принимать сигналы. Ну, вы знаете, астрономы, они насыщенные, они требуют, чтобы было более чувствительно, разрешение, по-моему, чтобы было больше. Еще никогда смотреть поляризацию и все эти вещи совмещать, ну, и развивать дальше здесь. Ну, мы стараемся, благодаря требованиям астрономов, и делаем систему лучше и лучше. Основной изюминкой, секрет работы такого баллона, это встать в том, в чем можно принимать сигналы. Что мы собираем все это дело с огромного радиуса, это излучение, он там показан, 11,23 километра или 100, яд термитров, вот такая вот величина. И мы собираем в объем 0,01 мулического микрона, где очень хорошо реагирует этот обслужив на приходящий сигнал, ну и, соответственно, меряем с помощью бутылельного перехода. Вот, учитывая, что здесь тяжело совместить чувствительность, мощность освещения и диапазон, динамический диапазон, то всякие трики придумываются в виде того, что используется цепочка баллометров внутри одного баллометра, и используются также цепочки баллометра для более эффективного приема сигнала. Так, задача очень популярна в мире. Вы можете смотреть, сколько здесь нужно, время и достижение года было уже выдано, не достижено этого дела, сколько провалов уже было, как обычно и наши люди в этом деле участвовали. В провале, дорогие господи, мой программ, причем мой школьный университетский товарищ Денис Кулачев в этом участвовал, мы подробно знаем, действительно все честно, очень хорошо, но были не интерпретировали вовремя, не осмелились как бы дальше двигаться, решили, что в новом проекте они все это делали, лучше померить, сделают. Ну, в это время американцы сделали свой проект, померили и, да, как это и стали ссылаться на нашей коллекции, хотя у них практически все было получше. Ну, что дальше? Дальше, видите, всякие задачи здесь связаны с темной энергией, гравитационными волнами, оскорение Вселенной. Вот, проект, померам, как ты в этом деле участвовать, в котором мы приглашены. Вот, что будет дальше? Ну, вот этот год прошел по словам гравитационных волн, которые якобы были видны по ИСФТУ, американцы. Ну, вот эта тема тоже сейчас в центре внимания и у нее все-таки есть продолжение, наши результаты действительно были интересные, но не до конца доказующие. Ну, надо делать эксперименты дальше на разных частотах. Вот, наша рабочая лошадка – это балометр на холодных электронах, которые злудают большой чувствительностью, большим динамическим диапазоном, легко публиковать цепочки. Ну, и дальше такие новые часы, которые выявляются в процессе нашего проекта. Нечувствительность к космическим лучам – первое. И второе – резонансные свойства балометра для многочастотных систем. Вот, это вот то, что мы сейчас имеем в руках. Ну, учитывая, что у нас такой переломный исторический момент, можно вспомнить историю, как этот балометр изобретался, создавался, когда он был. Я недавно выступал на семинаре в Грустиновом, как раз они просили вместо применения все больше обратить внимание на физику, как эта идея приходила, головы обрывалась. Поэтому я подготовил некоторые иллюстрации. Как все начиналось? Начиналось все. В 93-м году было предложение довольно элегантное. «Наума» лечатся меры, потом «Наума» и «Мартинес» померили это дело. Вот. Значит, положение стало в том, что если использовать андреевские зеркала для того, чтобы сигнал через них подавать, электрически все проходит, а тепло внутри держать и не позволять ему уходить через эту щель сверху водников. Красивая, элегантная идея. Вот. А как мерить? А мерить можно подсоединить и сам переход сюда и мерить нагрев по его ольтамперной характеристике. Хорошо. Придумали, сделали, продемонстрировали. Все вроде хорошо, но несколько недостатков. Есть? Да. Нам идея понравилась, мы увлеклись. Смотрите, вот первая реализация была у нас с двумя переходами. Мы в два раза увеличили респонсивити, но еще, правда, ухудшили электродинамическую структуру. Просто хотели двигаться дальше и могли чего-то разносить. Вот. Ну, какие недостатки? Горячие электроны могут убегать из этого объема, если величина кванта больше, чем щель. Щель алюминия довольно маленькая, соответственно, 70 гигагетцам. Значит, после этой величины уже все фотоны могут создавать электроны, которые спокойно могут убегать из этого объема. Это плохо. Потом невозможно создавать электронное охлаждение. Другой эффект, который был дальше. Вот. Потому что здесь для этого нужно массивные электроды делать, ловушки ставить, а он внутри, в сердце балломер, он в другой корс. Вот. Ну, дальше очень возмущает этот переход электродномические свойства. Ну, и, наконец, принципиально невозможно делать цепочки дорогих балломеров. Потому что мы не сможем сделать питание и снимать сигнал. У этих переходов все будет закорочено в одну линейку. Поэтому мы начали двигаться дальше. Первый прорыв был этой идеей, а что если заменить вот эти вот Андреевские зеркала здесь на обычный туннельный переход? Барьер возрастает неизмеримо до двух электронов вольт. В общем, мы можем тогда спокойно здесь принимать сигнал, никуда отсюда не выскачет. А связь? А связь состоит через емкость геометрических переходов. Отлично. Сказано сделано, эта модификация была внесена. Но мы не успокоились на этом. Был красивый эффект электронного охлаждения, предложенный впервые реализованный на ООМ Мартинесов. Использовать те сами переходы для электронного охлаждения. Здесь показано, если мы смещаем в нормальную область, то горячие электроны начинают убегать из объема. Это типа эффекта плите. И мы охлаждаем этот объем эффективный. Причем могут переходы работать одинаково. Один для электронов, другой для дыры. Ну что, эффект красивый. Он представлен, что нравится, студент. Вот. Все это из нас. Из нас. Внутри мы можем реализовывать. Вот. И в итоге пророждается страшная каракатица. Попросная. Значит, идея какая была. Как бы туда электронное охлаждение еще впихнуть? И вот к этим двум из измеряющих переходов мы добавили еще два охлаждающих перехода. Вот. Ну, охлаждающие переходы, они охлаждают, когда сигнал приходит, и они также его и отнимают от этих измеряющих переходов. То есть получается полный абсурд. Мы можем только немножко подготовить решетку фаномную, охладить ее, а дальше уже все плохо и неэффективно. Вот. Ну, я, как основной автор этой идеи, могу все-таки сильно критиковать ее. То есть идея, она как бы, в принципе, полностью абсурдная, и она нереальная, нереализованная, достаточно сложная. Ну, и главное, в принципе, она не очень много чего дает, потому что мы, вот я говорю, отнимаем даже сигнал, который нужно принимать этими охлаждающими переходами. Ну, тем не менее, в этом полном абсурде что было? Одно только извинение. Очень хотелось нам куда-то вставить электронное охлаждение. Мы его вставили, как вы видите, его воздействие. Вот. И этот абсурд продолжался какое-то время. Мы делали даже экспериментальные образцы. Это в основном делал Денисов Аспиран. Вот. Пытались что-то мерить. Ничего, конечно, не получилось. Система слишком сложная, плохая. Но, тем не менее, даже такие попытки были. Вот. Ну что, когда есть предельный абсурд, есть ли в этом чего-то полезного? Я скажу, да. Когда система доходит до полного абсурда, мысль начинает работать, как его устранить и куда-то двигается. Вот это все подтолкнулось. Всю эту мешанину и каракатицу совместить. Теперь, наоборот, в одном элементе. Этот элемент родился. Это был такой балометр, который состоял просто из одного абсурдера и одной пары атмосферных переходов. И они включали в себя все. То есть мы принимали сигнал к емкости этого перехода. Мы его здесь абсурдировали. Мы потом распределяли электроны по фермизированным распределениям, увеличивали температуру и считывали этот сигнал. Вот. Все заработало. Все заработало. Значит, здесь мы совместили колл дилертон, то есть эффект охлаждения, и также совместили капэсти в капнуть. То есть капэсти в капнуть за счет этих переходов. Вот. Ну что можно сказать про этот переход? Это была попытка, конечно, обмануть природу. Обмануть природу. Совместить в одном туннельном переходе сразу четыре функции. Ну и в каком-то смысле нам удалось. Мы признаем, да, мы пытались обмануть, но и обманули. То есть капэсти в каплинг, дальше тепловая изоляция этого объема, потом измерение температуры и электронное охлаждение. Вот. Ну вот как вот все это заработало. И с тех пор этот элемент, он наш основной рабочий элемент. И с ним мы делаем разные системы и цепочки балометра для приема разных сигналов. Ну вот интересно, здесь перед этим семинаром и стенами, как раз я посетил место, где мне в голову пришла идея. Вот. Она недалеко от моего дома, прямо рядом, где я заминаюсь после дворежек. И вы знаете, это хорошее место для творческого анализа. Что делается, как введение того или поиска того, что должно быть. И там, да, можно встряхнуть головой, как бы начать все сначала и перетвести все основополагающие факты. Ну вот какие-то новые комбинации в приходе. Так что вот идея этого колта-рекцион-полометра как раз пришла на этом месте. Так вот, несколько дней назад я решил посетить это место перед как раз семинаром и стенами. И увидел, оно занято. Смотрите. И занято без всякого обсуждения со мной, разрешения, спроса. Я решил пообщаться поближе с теми, кто осторожен. Ну бегут сейчас, испугаются. Вы знаете, случилось обратное. Случилось обратное. Этот лось пошел на меня в атаку прямо рысьем. Это не руки даракали, это ядром. И я бросился в сторону, потому что по дороге убежать от него невозможно. Ясно, что он бегает быстрее меня. Вот. Удалось спастись где-то там, где мелкие, где деревца, кусты. Я уже начинался обрыв, но в крайнем случае об обрыв туда прыгнулось. Наверное, туда не полили. Зашел с другой стороны, решил опять с ним выяснить отношения. Обсудить, пообщаться. Место мое. Запатентованное. Что же он это? Не хочет поступать. Вот. Опять пошел в атаку. Смотрите. Он прямо направляется и все. И вид такой суровый. Ну вот последний диалог. Как я не пытался объяснить, что у меня копирайт на это место. Лицензии есть. Нет. Посмотреть на этот взгляд. Никакого компромисса. Победитель получает все. Вот они получили это место и не хотели его уступать. Я в столичках. Вот. Ну, дальше, продолжая наши дела, скажу, что в развитии балометров. Какое было эпохальное событие? Эпохальное событие было в 2012 году, когда мы нашли время и место для встречи с нашими итальянскими коллегами и обсудить основные интересные черты по поводу электронного баллона. Мы давно с ними знакомы, но не так часто встречались. Место – Ниль и Новгород, наша лаборатория. Время – 2012 год. И там же мы впервые начали подробно обсуждать чувствительность в космических лучах. На этот вопрос я отменил, что вроде наш баллометр должен быть очень чувствительным, потому что объем очень маленький, абсорда. Но эта информация очень заинтересовала наших наляцких коллег, потому что все страдает от этих спайков очень сильно. Итог этого был тот, что мы начали мерить эти, ну, чувствительность этих баллометров. Мы, соответственно, продолжили эти работы. И в итоге, смотрите, новые проекты появились здесь, которые нам предложили. Раньше был только «Бумеранг» и один канал. Сейчас «Бумеранг» – два канала, потом «Олимпа», «ЛСПЕ», потом появился позднее «Инце-Коре» и как же сотрудничество в «Миллиметроне». «Миллиметроне». Вот это рождалось потом, после этой встречи. Ну, и здесь я скажу, что все-таки «Миллиметрон» как бы в этом развитии сыграл довольно важную, может быть, ключевую роль. Может, не самым активным образом, но, тем не менее, кирпичика не выдержит здание. Это было. Ну что, после этого, правда, я думал, что, знаете, когда такое послали молодой развивающейся лабораторией, то эти проекты будут расхватываться, аспиранты будут спорить друг с другом, за какие темы взяться, все будет разбираться по людям, как темы будут активно вестись, и мы будем строим на коне европейским сотрудничеством. Но, к сожалению, этого не произошло. Это я вот не знаю причину. Как? До конца не могу объяснить. Там много уже, да, совокупных причин. Но это не произошло, и в итоге мы сейчас в этом развитии, значит, валитку мы потерпели полный крак. То есть мы не только в нем ничего не поставили, а сейчас мы даже как бы не начали активно участвовать. То есть он просто прошел мимо нас, несмотря на такие совершенно уникальные возможности. Я думаю, ни один мегагрант не предложил в молодой лаборатории сразу участие в европейском уровне в пяти ведущих проектах. Это уникальная возможность. Почему люди не захотели воспользоваться этой возможностью? Ну, в каком смысле для меня все-таки остается ясная загадка. Это один вопрос, который я не понимаю. Поэтому я, хотя и продолжаю вести лабораторию всех, стимулировать, толкать, но тем не менее не так эффективно, как можно было бы, если бы я его понимал. Ну, есть как бы эта тема долгого разговора, есть там явные причины какие-то, но все-таки, все-таки, не ясно. Потому что обычно люди пробивались за этими проектами, все преграды преодолевая, хватались и развивали. Ну, конечно, да. Путь как раз вот к этой самой лаборатории международного уровня. Вот. Ну, все-таки случилось у нас положительное. ИСА проект, куда удалось стоять, я об этом буду говорить. Вот. Там мы очень прочно закрепились. Пока мы держимся там, пока идет развитие теоретической симуляции, мы уже начинаем делать эксперименты. И это нам окно Европы. Если мы здесь пробьемся и останемся, и будем на хорошем уровне, мы войдем в контакт со всеми ведущими организациями. Ну, если мы на хорошем счету будем выйти, то эти контакты продолжатся и будут поддерживаться как Европейским космическим агентством, так и разными коллаборациями с нашими коллабораторами по этому проекту. Наших проектов много. И, конечно, это не кончается. Потом, естественно, мы включаемся в другие проекты. То есть, это вот наше отдушное. Ну, миллиметром мы всегда хотим в нем участвовать. И сейчас вот этот вариант есть. Опять же, через итальянских коллег таким образом мы участвуем в этом. Значит, продолжим дальше про этот звездный час, который принес нам все эти предложения и успехов. Проблема. Допустим, сейчас миллиардный евро. Проект ЛАНК. И оказалось, что уникальная система балометра. Все хорошо, но подвержена действию космических лучей. Смотрите, спайки идут спать секундно. Это невозможно работать. Возможно работать, когда спайк минует. Так секундно невозможно. Ну, и тогда мы начали мерить наш балометр по сравнению с нашим прикурентным телесом. Который имеет площадь эффективную 5 мм квадратных. А у нас 10 мм квадратных для всей цепочки наших просорков, которые только чувствительны. И не смогли ни одного спайка увидеть. Потом ведущая этого проекта. Прекрасная девушка. Со счетчиков Гейнгера. Она сделала оценки этой эффективной площади. И получилось, что фикстейшн тайм для одного глича 40 дней. Поэтому мы не увидим ничего. Из-за того, что очень маленький объем. Очень маленькая площадь. Очень маленькая толщина. Но это вот залог успеха. Ну, хорошо. Значит, теперь мы должны продолжить дальше. И, в общем, задача, которая сформулирована на час. Это померить чувствительность балометров наших. Чтобы она была в их треостате. Придемонстрирована на хорошем уровне. И снова померить эту чувствительность на космическом луче. Теперь о том нашем звездном части, который к нам пришел через Европейский проект. Нам удалось попасть в коллаборации институтов и выиграть тендер Европейского космического единства. На новое поколение вот этих вот цепочек балометров для многочастотных систем. Это очень важно. Почему это важно? Если я скажу. Да. У нас довольно большая группа организовала здесь участников этого проекта. Вот. Ну, и я с приятностью хочу отметить, что впервые у нас в лаборатории так вырождается, ну, какой-то творческий дух. И там обмен информацией, коллаборация, компетишен, концепция, что самое хорошее здоровое, параллельных концепциях, которые будут. То есть такое хорошее развитие, которое, я надеюсь, продолжается дальше и принесет нам пуске. Значит, где интерес ИСА? Новый проект сейчас готовится. Кори. Космический проект. Вот. Ну, и там амбиции астронов, конечно, не бесконечны. И они создали вот такую фокадную плоскость с 15 каналами, с огромным количеством баллометров. И там возникают проблемы. Она тяжелая, она большая, и она подвержена адберации лучей. То есть нужно попробовать сжать. Видите? Как сжать? Нужно делать пиксели многочастоткой, чтобы один такой пиксель метал складывать две частоты. Но это хорошо не только с геометрическим сведением. При этом еще и сигналы можно мерить одновременно, что является целью радиоастрономии. Вся радиоастрономия основана в том, что сравнивает сигналы разных частот. Если это можно делать в одном пикселе, в одном месте, это отлично. Потому что сейчас нужно, померили эти вначале, потом где-то через какое-то время вот этот пиксель дошел до того же места. Очень тяжело потом совмещать и обрабатывать. Короче, такая задача была поставлена. Задача многочастотных систем известна. Например, американцы много делают там. Одна из концепций – это ширикополосная синусная антенна. Оттуда выводят микрополоскальный сигнал. Потом доводят его до фильтров. Там выделяют и так выделяют две частоты. Очень сложная система. Она особенно складывает потери, когда частот начинают расти. Поэтому думали что-нибудь более компактное. Были взлась идея резонансного баллометра на холодных электронах. С обычным баллометром мы работали давно. Но вот здесь идея в том, чтобы поставить кроме нормального абсорбера еще полоску. Сверхводящего необиенитрида. Который будет играть как пиетический индуктивный. В сочетании с этой емкостью переходов он может создавать ревансы и контуры. Таким образом, мы будем выделять сигнал прямо вот внутри баллометра. Ну хорошо. Что ж, такой баллометр есть. Здесь его можно в любую антенну вставлять и делать какие угодно измерения и стараться делать многочастотные системы. Ну вот первый пример, который рассматривали, это кросслот антенна. Пара баллометра вставляется в каждое плечо. И вот общая характеристика этой антенны – паразонанская контура, которая там в миллиардах. Таким образом, можно действовать. Ну да, это мы начали развиваться. Но дальше случилось дизастство. Видите, дизастство. Взрыв. Большой взрыв. Он произошел 14 миллиардов лет назад. Но здесь появились данные, что американцы его обнаружили и доказали. Ну вот, доказали на вот этой, что называется, биту поляризации излучения, фонового излучения, которое было аккуратно померено. Ну и доказательство этой инфляции и кондиционных уровней. Ну, значит, этот рисунок иллюстрирует ситуацию. Простая теория, что наша семена развивалась плавно и монотонно, расширялась. А это инфляционная теория, что в какой-то момент произошел большой взрыв. И в течение 10 минус 36 секунды все взорвалось и расширилось вот из, там, не знаю, теннисного шарика до размеров нашей Вселенной в то время. Ну что ж, теория очень интересная. Сразу всех возбудила. Ну и там фигурируют два имени наших ученых, Андрея Линды и Алексея Страбинслий. Оба восстанеки университета. Оба, значит, через год после меня окончали. Получились они у них в группе с моей женой. Есть доказательства, что они не просто так выросли на нашей земле. Они росли, посещая сбор картошки. То есть в батниках там участницы. Но сейчас уже они делают эти глобальные теории и готовы перевернуть понимание развития мира. Вот. Это было сделано и Байсепту телескопом. Вам показано. Там на Антаркете. Вот. Что же они сделали? Они, главное, сделали, по-первых, быструю систему для сбора данных. 512 ТС в каждом канале стоит. Вот. Чувствительная система. Потом хорошее решение популяризации. Вот смотрите. Популяризация решения на пять процентов. Не много. Это за счет того, что в основной для их динамика эти щели. А щели сделать довольно легко однородными. Там есть микрополозки, но они все-таки идут по экрану и так сильно не пользуют ничего. Вот. Поэтому система оказалась очень элегантная и хорошая. И вот здесь данные приводятся по их углу и по полосе, которую используют для этих измерений. Вот. Ну вот эти вот подчеркнутые данные по поляризации, они были ключевые. Потому что очень хорошие параметры того цивилизования. Что получено? Получены эти данные. Во-первых, смотрите. Технически они значительно лучше, чем все предыдущие, включая «Бумеранг» и остальные проекты. Во-вторых, во-вторых, они говорят, что если ты кривая следует таким образом, то это будет доказаться с инфляцией. Но потом появились соображения, возражения. «Бумеранг» померил то же самое, но он доказал, что там пыли больше, чем предполагалось. И, может быть, это за счет пыли эта ситуация происходит. Ну, хорошо. Значит, уже теперь от прежнего объявления об умножении этих фондов стали осторожнее говорить, что нужно теперь дальше доказывать. Нужно делать эксперимент на нескольких частотах и, соответственно, смотреть, пыль это или не пыль, или это полезный сигнал. Кстати, это как раз, это очень многочастотная система, они могут быть очень полезными. Ну, вы знаете, такой некоторый пессимизм сейчас есть. Ну, с другой стороны, я говорил с Астронома, с Марией Сулатина. Но, кстати, все-таки это не совсем честно, это критика. Потому что Планк сделал эксперименты на 350 ГГц и на 500 ГГц. А эти эксперименты были сделаны на 150 ГГц. Там все-таки отличается все это дело. Поэтому это еще вопрос, насколько можно прямо переносить их данные сюда. То есть вопрос требует теперь разрешения. Он в самой хорошей фазе, которой мы могли вжелать. Потому что вопрос поставлен, он не разрешен до конца и нужны новые эксперименты. Ну, и не далее, как в июне этого года, я смотрю, активность продолжается. Только вчера я нашел информацию про эту конференцию. В Испании на Канадских островах будет конференция, посвященная как раз детектированию этих первоначальных авиационных волн. И вот этим всем вопросам, которые были подняты в связи с результатом Байсепа ТУ. И будут обсуждаться, и самое главное, что нас касается, усилий по развитию СМВ, поддерживающих экспериментов. То есть новые системы для обнаружения этих данных и удастей этих данных. Это то, чем как раз мы занимаемся. Я считаю, что нужно обязательно там участвовать и активно участвовать в этом деле. И я надеюсь, что это будет очень полезно для нашего развития и многих участников каких-то дальнейших проектов. Ну, конечно, мы отвлеклись на то, что получилось у Байсепа ТУ. И мы наконец преодолели психологические барьеры и начали рассматривать систему. Барьер был в том, что система довольно сложноватая. Мы как-то говорили, ну вот, она сложноватая, сколько американцы занимаются, ничего нет. Но здесь было все то же самое, но есть результаты. Мы стали думать, как сделать нам эту систему с двумя частотами. Ну, здесь предложен такой проект с двумя частотами. Мы собираем с разных окон разные частоты. Потом их введем, соединяем две частоты в один микрофолосок. Переходим и разделяем опять этими резонанс-символометами на телечастоты. Ну, вот так, в общем-то, конечно, идея хорошая, интересная. И я думаю, что в будущем она, конечно, будет дальше развиваться и найдет. Я имею в виду вообще это направление вот с этими вот большими фазами, фазированными цепочками перехода. Мы рассмотрели и то, что ИСА спрашивает, аж как насчет большего числа частот. Можно и большее число частот делать, когда выделяют разные сигналы. Но есть у нас определенные симуляции. Там, в общем, получается, я просто раздумываю данные. Ну что, если использовать фазированную решетку саму без микрополосковых линий, то результаты, которые здесь показаны, ну, они, в общем, на достаточно хорошем уровне и на достаточно приличном уровне. Ну, к тому же система ОКОН, она, в общем, довольно хорошо прогнозированная, хорошо выполняемая, хорошие свойства дающие. Но, повторяю, здесь нет микрополосковых линий еще. Мы потом начнем заниматься. Поняли, что это не так легко. И все в сочетании, как будет. Ну, это че вопрос? Можно посмотреть, и чем не будем заниматься. Вот, только хотел пример приведу, что, когда два микрополоска соединяются, то тогда нужно делать следующее в два раза шире. Ну, если мы сделаем в два раза шире, и потом раз восемь это повторим, то у нас уже вся эта микрополосковая линия до миллиметров располнена. Поэтому нужно делать то, что называется тейпер. То есть сужать этот микрополосок и опять приводить тоже ширине. Тейпер известны, они разные, ну, сложные довольно. Ну, кстати, это только одно соединение такое, когда их там восемь или двенадцать на одной, цепочки на другой, столько же, то это очень сложная система. В итоге мы это дело делаем, мы будем анализировать, но вот сейчас в рамках этого европейского проекта демонстрация этого не будет, а вот эта тема, ну, такая более длительная, может быть, следующего проекта. Вот. Другой теме, в которой мы участвуем, это наши коллеги делают плоские линзы, развивают, в основном, в Манчестере и в Картехе. Но мы должны делать для них фильтры, спектральные фильтры. Ну, что, мы выбрали три концепции, которые у нас есть в нашем загадочнике. Это синусидальная антенда, кросс-лотт антенда и сейшелл. Синусидальная антенда – это любимая американская концепция, и сейшелл это новое образование, которое было сезонально в этих фазах решет. Ну, вот здесь показана синусидальная антенна. Это любимое детище американцев, они с ней работали. Ну, вот они отсюда выводили потом сигналы по микрополосковым линиям наружу из этой антенны, и там разделяли. Ну, вся изюминка, что мы хотим сделать это внутри. Это возможно. Баллометр вмещается, с нашим контуром спокойно здесь вмещается. Мы сделали вначале два, первый модельный эксперимент с двумя переходами, на обладание, на эксперимент в смысле этого расчета. Вот. И получили все, что нужно, хорошо, но они были искусственно сфазированы. Вот. Разделение полос есть, то, что нужно, есть какие-то резонансные частоты. Полосы, конечно, из того же система сложная. Ну, в принципе, работать нужно. Но это искусственно. И дальше, если мы хотим сделать сфазированными эти вещи, нам нужно их соединять с микрополосками, но это уже тяжелее. Микрополоски для этого должны пересекаться, и это, если это довольно сложно, и технологически их вписать в эту систему очень трудно. Вот. Поэтому сейчас это дело в стадии дальнейших анализов, в чем может делать так, и Саша Чеменев расскажет об этом завтра, в его выступлении. Значит, кросс-флот антенна. Мы ее развивали довольно давно, традиционно, после работы сфазированных конкурсов. Вот. Здесь можно вставить два резонансных контура и разделять полосы, как это показано на этом рисунке. Но, опять же, возникают какие-то резонансные дополнительные резонансы. Это, наверное, за счет того, что здесь пересекаются две этих линии. Ну, здесь американцы придумали так, что пересекаются в кучности Е, минимум тока, но все-таки какая-то возмущение здесь тоже есть, и поэтому такие вещи возникают. Вот. Ну, здесь тоже главная проблема, что если мы хотим реализовать сфазированные эти два стаба, а в баллонных центрах обвести, то нам нужно микрополоски пересекать. Это сложно. Пока нам даже один микрополосок совместить с нашей системой это проблема, это будет новый этап. Но два пересекающих друг друга с увеличенной толщиной это просто пока для нашего технологического уровня невозможно. Поэтому я берегу. Пожалуйста, ради Бога. Я вынужден просто, коллеги, извиниться на совещание. Я, ваше позволение, передам правление по конференции Вячеслав Федоровича, и он тогда продолжит. И именно с последних вынужден ее спросить. А сколько еще времени, Сергеевич, у вас до завершения? До завершения? Ну, минут 15. Окей. Спасибо, коллеги. Еще раз прошу прощения. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Остань. Так. Ну, то есть эта система, она уже опробована, остается, но вот если мы как-то решим вопрос с тем, чтобы микрополоски не пересекались, то тогда ее можно будет делать дальше и промонтипилизовывать. Но пока вот эта проблема останавливает такое дальнейшее естественное развитие. Вот. Сейшел. Сейшел. Эта концепция улетелась, наверное, в дискуссиях в начале с Паула Бернадеса, который делает проект ОМИПО с двумя частотами. И, значит, какая идея, они совместительны все четыре частоты вместе. Ну, а тут, когда впервые этот скрич появился, я показал Паулу Бернадесу, он очень активно тыкнулся, сразу стал эффективность вычислять, которая можно из геометрических размеров понять, она, как корень звук, будет уменьшаться в этих разных оконах. Но, с другой стороны, будет возможность мерить все вместе. А это может быть совершенно уникальная возможность, потому что вся эта эпопея, в частности, это эффект Синья Юрьевича, она основана на том, что нам нужно сравнивать сигналы разных чувств. Вот. Ну, вот сейчас я покажу, какие там мы получаем по этой системе. Ну, сейчас вот эта система, она как бы начинает из наших трех вырваться вперед, просто свою универсальность. И главное, какое здесь достоинство? Из каждого этого окна можно вводить сигнал, навести микроплосок, как мы хотим, и они будут пересекаться. И плюс еще можно все параметры регулировать здесь, прямо на каждом окне и на каждом баллометре отдельно. Не то, что когда вся система вместе связана и антенна общая, там значительно тяжелее регулировать эти параметры. Вот. Ну что, как система эта рождалась? Рождалась она в этих дискуссиях, обсуждениях, столкных задачах. Ну и, в частности, она, в общем-то, в каком-то смысле родилась время после наших бесед с Паулом Бернадесом, как-то совместить. И чего было у меня в голове при этом? У меня было в голове вот эти вот конструкции коллег американских, которые есть, и вот как-то я думал, как вот из них чего-то сделать, вот, чтобы сделать вот такую систему, так что снаружи большая частота, маленькая частота, потом побольше частота, побольше частота, и как-то совместить все эти вот окна в эту конструкцию. Вот. Ну и в голове была какая-то конструкция типа Сишер, которая вот так вот закручивается, вот, и, соответственно, происходило это, как раз я на ночь нашел хорошее место под своном лучами этого собора Святой Марии в Риме, может, тоже в маму. Вот. Сидел спокойно, анализировал все эти комбинации, думал, ну и потом стало рождаться. Видно, рождалась вначале вот такая комбинация, как Сишер, но потом все-таки это симметризировалось, потому что луч не любит, когда они одинаковые плечи противоположные, ну и стало выглядеть таким образом более симметрично, но все-таки осталось, осуществил что-то в этой конфигурации. Вот. Ну, показаны примеры, как мы можем видеть разные частоты разными контурами, что довольно неплохо выглядит. Вот. Но это было сделано пока для искусственно сфазированных вот этих вот стабов в разных противоположных опрах. Вот. Теперь нужно было заниматься вопросом фазировки, но при этом еще вот какая проблема возникала с электричностью. Ну, да, сейчас мы посмотрим результаты по всем этим трем концепциям. Они у кого лучше, у кого хуже, но у этих концепций, но в целом они все примерно на одном уровне. Вот, в частности, электричность действия Сейшел-антенны была такая, но это довольно все-таки цифра высоких. И там написано было меньше каких процентов, на самом деле, народ хочет иметь около одного процента электричности. Это довольно важный параметр для уделения. Вот. Потом вопрос поляризации тоже важный параметр, потому что они очень на хорошем уровне. Вот. Что останавливало? Оставило то, что, чтобы сделать получше, лучше, нужно немножко сдвигать вот эти вот противоположные плечи ближе друг к другу. Но они уже уперлись друг к другу в ортогональные плечи, сдвигать дальше нельзя. Поэтому, по новой идее, нужно бы как-нибудь уменьшить размер. А как уменьшить размер? Вот. То же самое, научили уменьшить размер, чтобы было больше свободы выбора геометрических размеров. Ну, и здесь я, в каком-то смысле, припомнил историю с кидами. Киды были с распределенными элементами, скажем так, а потом сделали с осредоточными элементами. И у них сразу все получилось лучше. Ну, здесь я не знаю, насколько лучше, а просто, чтобы сжать размеры, вот та же самая идея использовалась. Значит, теперь емкость в середине, она увеличилась за счет того, что вот эти вот дополнительные полоски здесь появились. Они придут и ду, значит, чем хоть больше. Значит, размер можно сделать меньше. Индуктивность примерно та, она определяется вот этими вот петлями. Вот. Ну, и теперь, значит, размер уменьшился у этого окна, который мы называем, ну, стандарт называется H-слот. То есть H был на углу, да H-слот. Ну, и в итоге больше свободы стало просто в подборе параметров и в выборе оптимальных. Ну, вот, кроме этого, мы уже пошли дальше. То, что должно быть. Вот два стаба здесь, в предуполоменных трючах, связаны с микрофолосками, балометр ставится в середине и предотвращается фазированная система. Это то, что должно быть для окончательного варианта. И система такая-то была проанализирована, работает, все нормально. И если мы от этого до этого окна поведем в микрофолосок, то это можно сделать вокруг, и он не будет пересекаться с этого. Как-то все данные уже были получены. Хорошо. Теперь данные по этим параметрам следующие. Значит, смотрите, вот был кросс-пол, очень важный параметр. Он слегка улучшился здесь. Что-то не драматично. Но все-таки уже хорошо. Он заходит, где-то взял конципеты. То, что, в общем-то, нужно. И приемлемо. Но самое главное смотреть электричность. Мы прошли вот с этого уровня. 4,8,8 до уровня 1,3. А когда специально смотрели, он был наоборот. Но 1,3, это значит, что если мы будем менять немножко эти противополоски, противоположные частоты, то обычно одна улучшается, другая ухудшается. И одну где-то в районе единицы или двух мы сможем это делать. Это уже совсем хорошая, приемлемая цифра. Таким образом, смотрите, эта система начинает сейчас вырываться вперед по параметрам, во-первых. Ну и, во-вторых, по возможности делать без пересечения микрополосковых линий. Поэтому сейчас вот мы ее не берем за основу нашего развития. Самое главное еще раз, там свобода полная в подборе параметров. Окна независимые. Ставы, по-моему, независимые. Микрополоски не пересекаются. Поэтому дальше можно идти и развиваться. Есть идеи, которые мы будем обсуждать, я думаю. И завтра, и особенно в понедельник, как это делать еще одну участок, а потом уже идет неплохо. Вот. Значит, в высоте Тенделе у нас было объявлено в начале, как бетиша, двух концепций. Начал мы с системы Манчестерской. Мы делали, процентовали дело фазированную цепочку, а не фитворность и ЕС. Вот. Но потом как-то постепенно решили объединяться, и они отказались от этой системы, оставили дело по анализе в расчете на наши фильтры. А мы тоже отказались к этой системе, потому что мы поняли, что в одиночку мы ее не потянем все равно. Вот. И кооперация не будет. А мы и сказали, да, мы будем делать эти фильтры для вот этих вот планарных цепочек лиц. Вот. Таким образом, это соревнование competition, которое разорвалось таким образом, значит, видимо двух концепций, где должны были выбрать одну для демонстратора. То, что в природе называется победитель, получает все. Вот. Ну вот это вот борьба концепций, которая тогда наметилась с победителем внутри нашего проекта. Она оперализовалась. Теперь мы объединились, и, на самом деле, эта борьба будет между нашей концепцией балламетра и ТЕСом, и Микидером. Вот. Кто может быть и вперед вот в этом соревновании, потому что, ну вот, у нас есть шанс. У нас есть шанс хорошие развивать многочастотные системы, компактные, хорошие. Вот. Поэтому будем двигаться дальше в этом управлении, и, слава Богу, у нас сейчас активно все идет, и активно и логироваться. Олимпо. Ну, что ж. К общению можно сказать, что был прекрасный проект, посвященный синяю Тельдович Инфекте. Вот этот предполагаемый телескоп и итальянская команда, пожалуйста, пригласили. Вот. Параметры, которые нужно было обеспечить. Мощь довольно большая. Мет, соответственно, не очень, ну, не очень чувствительный. Вот. Ну, дальше остальные параметры. Чувствительность космических лучей, которые мы обеспечили. Полоса 10%. Ну, и запуск 2014 года. Вот. Мы должны были заменить два этих канала, которые здесь показывают. Жиз 47,4,8. Вот. Но, к сожалению, мы ничего в этом плане не сделали. И, ну, провал был обидный, потому что мы как-то дальше активно не поучаствуем. Вот. Были разработаны системы, которые должны были туда, могли быть поставлены, были обращительные характеристики. Вот. Последняя система, она оказалась довольно универсальной, с хорошими характеристиками. Это неандровая система. Вот. То, что для Саши Собоев в честном расчете поглощение прямо внутри этого. Ну, параметры здесь показаны, довольно хорошие. По поглощениям, ну, 300 единиц. Вот. И полосам то, что нужно. Здесь порядка 10%. Ну, вот. Поэтому, конечно, рад, что эта система не была реализована. Ну, этой системой у нас занимался Саша Абашин. Ну, как-то он даже не очень в этом делал. Параллельно этим занимается Сумит. Делает система. Но сейчас, значит, проблема какая? Такая проблема та, что, ну, если даже система это сейчас, ну, и сделана, после того, как опоздали поставить эту систему вовремя на телескоп, туда поставили, соответственно, французскую систему, то, ну, дверцы закрыты. Они ждали долго. Они ждали мучительно долго. Они ждали. И, там, я помню, даже когда Саша приезжал еще вот, у нас тут делала вот система. Они говорили, давайте, если сделайте, все, мы ждем, вы можете его отпустить. Вот. Поэтому, собственно, обиден этот провал наш с участием. Вот. Ну, здесь даже цепочка не была сделана. Вот. Ну, и в итоге, в итоге сейчас система стоит там. Если новый запуск будет в июне, то Креостага обратно не вернулся. И теперь уже, чтобы, соответственно, нам эту систему там восстановить, ну, то есть, если захотят наши баллоны, то поставим, допустим, и сейчас уже вот эти чабры, если нижегородские, навряд ли мы сможем сделать в проливом раскладе, но даже чабры такие захотят поставить. Это довольно сложновато, потому что для этого должны быть эксперименты сделаны по проверке времени. Если хорошие характеристики будут, то нужно проверить на чувствительность космического луча. И потом, соответственно, это тоже сделать с трудом можно, потому что Мария сейчас в Чадрисе находится. Она говорит, можно попробовать, отсюда начнем охлаждать Креостат, она может дистанционно охлаждать Креостат. Но померить все-таки, она говорит, нужно ли там быть. Она может считать, время померить, и в этом случае, если вот все сойдется, и хорошие вот результаты, то, в принципе, можно эту вот систему, которую надо делать сегодня, поставить туда, в принципе. И что это значит? Это значит, что в спалборде стоит этот Креостат сейчас огромный. Нужно приехать кому-то, ну, неделю на три раньше. Потому что даже когда вот все заменят образцы, все закроет Креостат, начнут откачивать до охлаждения полного. Это неделя. Ну, потом какое-то время для измерения нужно. И потом несколько дней на тагре. То есть все три недели нужно специально выехать, чтобы проверить и заменить образцы. Но это представляется не очень реальным. То есть гели там должны быть поставлены. Кто-то заранее должен знать, что нужно выезжать на три недели раньше. Вот. А как насчет нашего нижегородского участия? Ну, вот оно развивается. Видите? Здесь показаны результаты, которые довольно давно были получены. Интерфредируется. Сейчас более разумные результаты объявляются. Все хорошо. Вы знаете, все делается правильно, кто хочет верить. Ну, вот это вот сейчас новый доклад будет на здесь или на конференции Норма Сайенс. Ну, я скажу, что то же самое представлялось и год назад на этой же конференции. Сейчас будет повторение. Уточненное. Я скажу, да, это есть прогресс. Но, значит, год прошел только на уточнение. А еще когда был эксперимент сделан до первых отчетов, я думаю, что еще нужно добавить, как в несколько месяцев. Ну, вот. Ну что, сделали правильные выводы сейчас о том, что все хорошо, только оружие, мощный стимуломат, который использовал для этих экспериментов. То есть то, что, ну, в реальном дали им все-таки побольше, пошире. Ну, вот. И поэтому можно сказать, что, конечно, вот все делается неплохо, но как должно было отливаться? Ну, у нас были сделаны эксперименты, да? Ну, вот. Я думаю, скажем, ну, день нужно передать, ну, да, смысл для того, что было сделано. Но через день уже собраться, и вот вся эта дискуссия, которую мы сейчас активно ведем, на этот уровень мощности всего, должна была состояться через день. И через день уже должны были активные действия быть по выводам, по изменению системы, соответственно, по дополнительным обществам и так далее. Тогда бы дело было живое, как-то он двигался. Ну, а теперь вот представьте себе, в час по чайной ложке, в год по чайной ложке, ну, и что мы можем при этом, как бы, ожидать и развивать. Вот. Поэтому это, как иллюстрация, просто хороший пример для нас. Если мы хотим активно работать, то, ну, да, вот стиль нужно менять. Стиль должен быть рабочий, заинтересованный и с активным обсуждением он всегда работает. И сразу же, после того, как эксперименты сделаны, совсем выводим. Вот. Это одно из решений, которое напрашивается по результатам того, что здесь у нас происходит и делается. Вот. Ну, а что осталось такого? Осталось, я бы сказал, вот эта идея. Олимпия. Олимпия, я не вижу. Олимпия. Олимпия. Олимпия умерла. Олимпия умерла. Но любой другой проект, который сейчас будет, и Олимпия и дальше, они все имеют разные частоты. То есть эта идея, если мы ее дальше продвинем, разобьем на основе этого европейского проекта и дальше будем реализовывать какие-то другие проекты, это все будет очень выигрышно. Поэтому призываю дальше работать в таких направлениях и не упускать возможности. Если сейчас, как скажет нашу Нижегородскую лабораторию, не знает никто, а если копнет, узнать, то ужаснятся от того, какие результаты, какие статьи напечатаны, по делу. То будет наоборот ситуация, в которой она загреметь может на весь мир. О том, что сделана многочастотная система, которую построили какой-то телескоп, она передавая, все будут на нее импотаться, это брать как пример и действовать дальше. То есть это вот как образец того, что может быть в нашем развитии очень планировать. LSP – это другой телескоп, большая мощность нагрузки, другой подход, большая колосса частот. LSP – мы оцениваем нашу парламенту, но вполне можно вписаться, да, с большим интересом, потому что нам большая мощность это плечу, то давай. LSP – мы цепочками потом все сконтенсируем. LSP – прошу обратить внимание, здесь полоса 30%, то есть довольно большая. LSP – ну что, мы начали работать в этом направлении, но пока не очень активно. LSP – суммиск делает, ну, он просто взял систему солимка на две компоненты. LSP – на самом деле здесь нужна только одна, потому что она стоит поляризатор, меньше после поляризатора. LSP – ну вот он ее развивает, но и тоже здесь полоса довольно узкая, она уже 25-30% для LSP, поэтому она, значит, она будет переработана. LSP – ну, в принципе, такая система существует, мы ее развили, обсчитали с Сашей Соборова, вот, на одну компоненту. LSP – то есть полоса. LSP – то есть здесь полоса укладывается в 25%, вот, система интересная. LSP – то есть здесь полоса укладывается, вот, ну вот начали это делать, соответственно, Лев Шишов начал ее предварить. LSP – первый опыт был не очень удачный в основной структуре, но потом все-таки как-то подвистый, как золото. LSP – сейчас не занимается этим никто, и это вот еще один замечающийся очевидной провал в нашем развитии. LSP – ну, LSP – ну, LSP – здесь спектрометр, который мы начали обсуждать с итальянцами и делают эту полосу LSP – 130-350. LSP – вот, и один из элементов мы начали обсуждать. LSP – вот здесь как раз показывают некоторые расчеты из того, что может быть, ну, все, разумно, все можно делать, но пока, как бы, реально ничего не делается там. LSP – предложение, которое прозвучало на последнем митинге в октябре от Роско-космического центра. LSP – сформулировать предложение на инструмент «маги». LSP – возможности для этого взять российско-итальянский ФТС и сделать его для соседнего диапазона с итальянским ФТС, который они делают. LSP – это звучит реально, потому что мы там будем просто все повторять, и потом делать с коллаборацией с ними. LSP – что невозможно? LSP – сделать собственный российский ФТС. LSP – что нужно для этого? LSP – продлить российско-итальянское соглашение, которое сейчас подвешено, ну, собирается его, может быть, продлить буквально в ближайшее время после митинга по миллиметров. LSP – ну, потом продлить шведско-итальянское соглашение, и, может быть, шведско-российское. LSP – ну, это вот у нас в сторону на повески дня. LSP – будем смотреть сейчас в этом митинге, который будет 29-го января в ЛКЦ по поводу миллиметров. LSP – так, стажировки за рубежом. LSP – ну, сейчас планируется одна стажировка Антона Мухина. LSP – по три месяца, пора за следующую войну. LSP – на большее уже нет средств. LSP – средства, кажется, ограничены и хватает только на одного человека на поездку, ну, на мою поездку еще. LSP – вот. LSP – поэтому есть некоторые навечающиеся учатки за поездки, но, господа, можно искать для них поддержку. LSP – где искать? LSP – искать можно в нашем министерстве. LSP – в Международной Грассе мы упустили такой проект, который Лингун учил с Чармельсом. LSP – с Нигерой заключил. LSP – он прекрасно купается в этом проекте и ездит. LSP – ну, как смотри, ему командировочные логисты. LSP – и шведский институт. LSP – там же был у нас половительный опыт Анна Гордеева. LSP – именно такую поддержку. LSP – сейчас Антон Мухин подал. LSP – ну, в принципе, можно иметь в виду и подавать в эти источники и кипотные люди. LSP – ну, и заключение. LSP – заключение. LSP – что же, мы приглашены в важные международные проекты. LSP – это престижно и ведет международный орган. LSP – но провалы отрезают возможность выбиться в свет. LSP – и чем их будет больше, тем больше, меньше шансов остаться с возможностью выбиться. LSP – пять проектов предговорено нам. LSP – но последнее аппендиксы, миллиметроны, это граун-пэст. LSP – это система опробовая. LSP – ну что, то, что уже говорили, полный провал с Олимпа – первый серьезный удар по нашей репутации. LSP – значит, LSP – в 2016 году наше участие под большим вопросом. LSP – тоже бесплатно. LSP – PISA – новый проект систем, новый частотный систем. LSP – пока уверенно держится на лидирующих позициях в европейском сообществе. LSP – так что я желаю нам продолжать держаться, но там важный этап – это экспериментальное подтверждение. LSP – и надеюсь, что он пойдет довольно успешно, и тогда это будет наше одно и ровно. LSP – ну, как обычно, серьезная финансовая проблема, всем известная. LSP – и нам нужно решать главную проблему. LSP – кто-то должен убираться за проектом. LSP – иначе полный провал неизбежен. LSP – вот сейчас есть вариант такой, может, «Олддог» пригласить активный. LSP – проект такой, может, выдастся. LSP – ну, это один из вариантов. LSP – вот, может быть, поставленные варианты. LSP – ну, я думаю, на этом я окончаю. LSP – спасибо за внимание. LSP – спасибо. LSP – коллеги, поскольку время у нас немножечко перебралось, LSP – есть время только для одного вопроса. LSP – есть вопросы? LSP – похоже, решили сэкономить. LSP – ну, поскольку я сделаю несколько домоглений к нашему отчету, LSP – многие вопросы будут потом. LSP – спасибо, ЛSP – Сергеевич. ЛSP – спасибо. ЛSP – спасибо.